Всегда на страже. На страже законом, порядка, жизни и здоровья граждан. В 2021 году Лабутнанский отдел вневедомственной охраны в составе Росгвардии отметил первый юбилей. Эти ребята прекрасно знают законы, умеют профессионально обращаться с оружием и легко переспорят правонарушителя в рукопашном бою. Они приходят на помощь в течение трех минут, рискуют своей жизнью ради спасения других. В юбилейный год росгвардейцы работали в условиях, осложненных общей проблемой – пандемией. Строгий масочный режим добавил работы дежурным экипажам. И здесь Росгвардия себя проявила в хороших качествах. Это у нас были обсерваторы, больницы и так далее. То есть не дали этой заразе расползтись. Под охраной бойцов Росгвардии находятся без малого две сотни объектов, 82 из которых оборудованы кнопками тревожной сигнализации. Для этих солдат правового поля режим боевой готовности 24 на 7. Реальная тревога или учебная – неважно. Их задача – успеть. К счастью, в городе Лабутнанге не так часто происходят кражи и грабежи на охраняемых нами объектов. Но наши навыки и отрабатываемые ситуации происходят очень часто. Пятилетие в составе ведомства лабутнанские Росгвардейцы отметили в марте уходящего года. Но на страже общественного порядка и спокойствия граждан отдел стоит с 1978 года. Еще одна пятерка. Молодежный совет при главе города приступил к работе в юбилейном пятом составе. Важной частью первой встречи стали выборы заместителя председателя. Единогласным решением на этот пост назначен Дмитрий Елхимов. Это очень ответственный пост. И я верил, что другие ребята тоже будут участвовать в этих выборах. Ребята все очень творческие, талантливые, все инициативные, все индивидуальные. И у каждого есть свои идеи. Пятый созыв молодых энтузиастов выразил готовность, как и прежде, поддерживать развитие городского округа по всем направлениям и формировать молодежную политику по принципу «от замысла к диалогу и совместной работе». Детскими врачами становятся особенные люди. В педиатрию приходят по призванию. Городская детская поликлиника в сентябре уходящего года отметила 10-летний юбилей. В ее коллективе много докторов, которые по случаю праздника признались, что это работа – воплощение их детской мечты. В детском садике еще играли все эти проводочки, шнурочки и так далее, слушалки. Ну это все. А потом, да, как-то вот люблю детей, люблю свою работу. Те из врачей учреждения, которые начинали свой трудовой путь еще в старом здании детской поликлиники, высоко ценят нынешние условия работы – современное оборудование, комфортные кабинеты для приема маленьких пациентов, удобная регистратура и электронная запись. Но юбилей, кроме праздничного настроения, это еще и повод заглянуть в будущее. Мы хотим дойти до того, чтобы наш медосмотр, наши справки все были одним днем. Посещение поликлиники одним днем. Мы пришли, заявили свою услугу электронно, пришли, получили услугу и справку получили также электронно. Это самое главное. Для всей медицины 2021 год стал непростым. Главной задачей докторов было противостоять опасному вирусу, для врачей-педиатров в том числе. Свою борьбу за здоровье маленьких северян, а значит борьбу за будущее, весь год они вели с удвоенной силой. Троекратным творческим салютом отметила свой 20-летний юбилей театральная студия «Глобус». Сразу три комедийные постановки, одна за другой, были представлены зрителям по случаю круглой даты. Знаковый юбилейный год оказался успешным для коллектива. В 2021 году «Глобус» стал лауреатом первой степени в заочном театральном конкурсе «Золотая мельпомена», проходившем в Москве. У студии есть многолетние поклонники, которые отмечают, что с каждым годом уровень мастерства их любимых актеров растет. Постановки становятся все ярче, сюжеты сложнее и, как результат, аплодисменты громче. Руководит театральным объединением Елена Шадрина. У футбольного клуба «Ямал» большая история. Количество тренировок не счесть, а вот победы спортсмены считать умеют. Кубки и медали – доказательство успеха и предмет гордости – в клубе хранятся бережно. Юбилей отметили большим спортивным турниром. Кубок детского футбольного клуба «Ямал» по мини-футболу среди юношей собрал участников из Лабутнанги, Салихарда, Сыктывкара и Воркуты. В юбилейный 20-й год подводили итоги и вспоминали, как все начиналось. Об организации спортивной команды думали еще в 1995 году, но официально зарегистрировались в 2001-м. За 20 лет клуб воспитал своих собственных наставников. Свой опыт они передают новичкам и с искренним теплом вспоминают каждый из своих матчей. Все турниры были значимы очень. Каждый турнир для меня был как последний, поэтому бились всегда до конца. Они все остались у меня в сердце. Так же, как у любого другого, я думаю, воспитанника. В турнире по случаю юбилея «Ямал», к сожалению, проиграл. Но это лишь добавило усердия в тренировке его воспитанников. 20 лет создавать комфортную городскую среду в суровых арктических условиях – это серьезно. Компания ЖКХ «Ямал» отметила юбилей в октябре. Предприятие обслуживает практически весь микрорайон Обской. Два десятка лет коллектив «Ямала» заботится о том, чтобы в домах жителей было тепло, чтобы в них были вода и электричество, устраняет аварии и чистит дворы. Очень сложно переоценить вашу значимость, потому что в условиях Крайнего Севера надежность функционирования систем жизнеобеспечения – это главный залог стабильной жизни в муниципалитете. Работа тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства, всегда в центре внимания. От того, насколько качественно коммунальщики выполняют свои задачи, зависит наш быт и комфорт, что в конечном счете влияет на все сферы жизни. Помните, бытие определяет сознание, а не наоборот. В 1986 году, ровно 35 лет назад, образовалась и начала свою работу библиотека на Обской. Вначале она была филиалом «Центральный», затем стала отдельным учреждением. Его возглавила Варвара Талеева, дочь ненецкого рыбака, выросшая в тундре, наизусть цитировала произведения классиков мировой литературы и сразу полюбила свою работу. По ее стопам пошла и младшая сестра. Варвара и Екатерина Талеевы стали работать вместе. В день юбилея организовали встречу с юными читателями. Библиотека для этого и нужна – с детства прививать любовь к чтению и уважение к книгам. Я каждый день прихожу, начинаю читать, и меня как переносит в другой мир. Я не обращаю на других внимания. У меня все уходит из мысль, и я только хочу читать. Современное здание на улице Тюменской и фонд из 17 тысяч книг – сегодняшний день Обской библиотеки. Да, мир стремительно развивается, и все переходит в цифру, кроме ощущения, которые может подарить лишь открытая книга и запах ее страниц. 1 августа 1986 года Советом народных депутатов была утверждена штатная численность 70-й самостоятельной военизированной пожарной части города Лабутнанги. Тогда же началось и строительство нового пожарного депо в капитальном исполнении. И вот уже 35 лет здесь трудится большой коллектив из числа спасателей, дознавателей, психологов, диспетчеров, которые в один миг приходят на помощь. Сила, мужество и бесстрашие – то, что многие считают героизмом, для этих людей – трудовые будни. Я считаю, что здесь люди должны быть, во-первых, смелые, не бояться за себя и за окружающих. Быть уверенным также в себе и в окружающих. И нести, как бы, быть ответственным в отношении своей профессии, потому что от нас зависит не только наша жизнь, но и окружающих. Свой юбилей служащие пожарной части отметили масштабными учениями. Тренировки и детальная отработка действий каждого звена – важнейшая составляющая работы огнеборцев. Даже в свой праздник они не изменили строгому графику. Часть перешагнула очередную временную черту. Кузница лыжных чемпионов 40 лет. Круглую дату отметили красиво. Звездный спринт начался с торжественного митинга и возложения цветов к памятной доске Татьяне Ахатовой у здания школы Олимпийского резерва. Спортсмены, тренеры, представители окружного департамента по физической культуре и спорту и администрации города почтили память заслуженного тренера Российской Федерации. В юбилейный для школы год кросс на лыжах оказался самым масштабным за все годы проведения турнира. Достижений за эти годы уже много. В школе все медали, какие существуют в мире, в этой школе есть. Вот серебряный, бронзовый, золотый. Ну все. Спартаке, ада, универсиады. Ну что только можно придумать. В любом возрасте все здесь есть. Турнир собрал более трехсот участников со всего Ямала. За лыжными стартами следили и именитые спортсмены. В этой школе они делали свои первые шаги к спортивной славе. Вчера мне провели небольшую экскурсию по городу. Мои одноклассники, я была крайне удивлена. Приятно, очень приятно. То, что у нас возводятся очень большие спортивные объекты. И то, что делается даже просто для не спортсменов, то, что поддерживается вся программа ЗОЖ, это очень замечательно. Юбилейный звездный спринт, собравший такое количество участников и гостей, лучше всяких слов показал, что у школы славная история, огромный потенциал и большое будущее. Стало быть, продолжение следует. Минувшей весной свой 45-й день рождения отметила служба, главная задача которой – забота о других. В Большом зале городской администрации участвовали тех, кто обеспечивает мерами социальной поддержки каждого третьего лабутнанца. В составе управления по труду и соцзащите более 30 специалистов. Косяк коллектива составляют сотрудники со стажем. Случайных людей в соцзащите не бывает. Да, это, конечно же, сложно. Это не только работа с документами, это не только работа с цифрами. Самое главное – это работа с людьми. Это понять человека, понять, как ему можно помочь и, естественно, помочь. Это самое важное, что есть в наших сотрудниках. Глава городского округа Марина Трескова отметила, что юбилей этой организации не случайно отмечается в год добра и назвала всех сотрудников службы социальной защиты армией и добродетелей. Грамоты и благодарности вручили лучшим работникам сферы. Впрочем, в управлении так называют каждого своего специалиста. Исправительную колонию номер три в поселке Харп все называют подружески «тройка», хотя учреждение серьезное и исполняет важные государственные задачи. Сотрудники обеспечивают порядок, несут охрану, занимаются исправлением осужденных и, что самое важное, возвращают в общество людей с новыми взглядами. Каждый второй житель поселка так или иначе связан с «тройкой», служат сам или родственники, друзья, знакомые. Поэтому юбилей в августе коснулся многих. Когда говорят, что звезды определяют судьбу человеком, то речь не всегда идет о гороскопах. Звезды на погонах для сотрудников третьей колонии – символ офицерского долга и чести. История города тесно связана с историей основания и развития аптечной сети фармации. Начав свою деятельность с небольшой аптеки номер 45, фармация росла и развивалась. Не будет преувеличением, если сказать, что эта аптечная сеть для многих родная. Современных фармацевтов часто называют «младший доктор». Работа в аптеке – это не просто продажа лекарств. Консультации и разъяснения рецептов, помощь в выборе препаратов – вот зачем приходят сюда люди. Иногда просто, как на приеме у врача, называют симптомы и просят помочь. Диагноз-то мы, конечно, поставить не можем, но так более-менее направить. Все равно человек должен обратиться к врачу, прежде чем купить то или иное лекарство. А так, для поддерживающей терапии, допустим, иммуномодулятора, витамины – то это мы можем посоветовать и без врачей. Юбилей – это как черта, повод подвести итоги. При этом важно иметь хороший план, уверенность в будущем, чтобы история не только продолжалась, но и становилась все насыщеннее. Такой план у коллектива фармации есть. Стратегия развития намечена. У нас в перспективе открытие салона оптики. То есть сейчас мы заказываем оборудование, заказываем новую мебель для салона. У нас будет открываться кабинет оптиметриста. То есть жители нашего города смогут, придя к нам в салон, проверить свое зрение и сразу заказать очки. Задуманное планируется реализовать в ближайшее время. Аптека, объединенная с оптикой и возможностью обследования на месте, услуга которой, несомненно, станет востребованной. Фармация, как и прежде, на службе городу. Самыми взрослыми юбилярами года стали мы. 90 лет назад началась история остановления ямальских СМИ. Представители городского медиа-сообщества встретились на торжественном мероприятии. Глава города 17 лет была главным редактором Лабутнанги ТВ и говорит, что бывших журналистов не бывает. Желаем вам здоровья, счастья, процветания и всего самого-самого доброго. Низкий поклон вам, мои дорогие собратья по профессии. У дверей Новый год, новые вехи, новые даты. Каким станет 2022-й, мы узнаем вместе, как прежде, ваш коллектив городского телевидения. Редактор субтитров А.Семкин